Спасибо. Доброе утро, коллеги. Я вас всех приветствую. Спасибо. Действительно, вот Марина Борисовна сказала, что с херопозитивным раком все гораздо-гораздо проще. Вроде как так алгоритмизируется наше решение, но по мере погружения в проблему все равно чувствуешь, что какие-то вопросы не дают покоя и хочется их дополнительно обсудить. И сделаем это на примере клинических случаев. С чего мы начинаем лечение, в каких случаях с неодевантной терапией, в каких с операцией, какой режим оптимальный, как будем оценивать ответ опухоли на лечение и что делать при том или ином ответе. И вот первый случай. Это пациентка 37 лет, рак левой молочной железы, Т1Н0Н0, инвазивный рак, Ж3, люминальный, хер 2 позитивной подтипки, 67-45%. По УЗИ акселярные узлы до 0,6 см. При пункции лимфоидные элементы крови клеток рака не получено. Вот с чего мы начнем лечить эту пациентку. Естественно, тактика лечения определяется стадии. При первой стадии имеем полное право начать с оперативного лечения, с тем, чтобы потом провести одевантную химиотерапию. Все рекомендации, естественно, советуют нам, и это уже золотой стандарт, начинать лечение с неодевантной химиотерапии, начиная со второй стадии. Почему при первой стадии мы можем сначала пациентку прооперировать, а потом планировать одевантную терапию? Потому что исследование АПТ, вторая фаза, в которой включались пациентки ранним раком хер 2 позитивным с опухолями менее 3 см, менее равно 3 см, без поражения лимфатических узлов, доказало, что одевантная терапия, которая включала в себя только еженедельный поклитоксел с тростозумабом и потом тростозумаб в течение одного года, ассоциируется с очень хорошими показателями, с отдаленными результатами без рецидивной выживаемости. Значит, пациентки включались менее 3 см, но основная доля пациенток – это со стадии Т1Б, Т1С. И оказалось, что при люминальном херпозитивном раке молочной железы 7-летняя безрецидивная выжимается 94,5% составляет, при нелюминальном – 97%. 7-летняя общая выжимаемость 95%, при этом отдаленных рецидивов, безрецидивная выжимаемость включает в себя все события – это и локорегиональный рецидив, и отдаленный. Так вот, отдаленных рецидивов было всего 4,1%. То есть пациентки с первой стадией могут вполне получить такую деэскалацию лечения в виде всего 12 недель тростозумаба. Ну, нашей пациентке была выполнена операция, радикальная резекция, и, увы, на операции находка в одном лимфатическом узле метастаз. Тот же люминальный херпозитивный рак молочной железы. Итак, стадия поменялась – Т2Н1 и М0. Что делать? Уже паклитоксцелстер с тузумабом назначить мы не можем. Очевидно, мы должны выбирать что-то из стандартных режимов адевантной химиотерапии. Давайте вспомним исследование МСИРК-006. Ему уже более 10 лет. Основной целью исследования было доказать то, что сочетание химиотерапии с тростозумабом в адеванте улучшает отдаленные результаты. Что и было, естественно, выполнено. Тростозумаб, содержащий режимы, превосходят стандартный на тот момент режим АЦ-Токсаны по безрецидивной выживаемости. Параллельно оценивалась также эффективность нового на тот момент режима ТЦХ – ДОЦ-Токсал, карбоплотин, тростозумаб. И при анализе отдаленных результатов оказалось, что, в принципе, безрецидивная выживаемость сопоставима. Что на антрациклин и токсан, содержащем режиме АЦ-Т, и с тростозумабом она составляет, 10-летняя выжимаемость 74,6%, что на режиме ТЦХ. 10-летняя выживаемость составляет 73,6%. Разница минимальная где-то в 1%. И, в общем-то, эти режимы были признаны эквивалентными, но напрямую они не сравнивались. Каждый сравнивался с безтростозумабовым режимом. Но, естественно, какие-то кардиальных событий было меньше на режиме ТЦХ по сравнению с тростозумабовым. Содержащим сердечную недостаточность встречалось реже 0,4% против 2% на антрациклинах. И, в общем-то, на сегодняшний момент они считаются эквивалентными в какой-то степени в адюванте. Какой режим антихер-2 терапии больше всего подойдет нашей больной с люминальным B, хер-2 позитивным подтипом со стадии послеоперационной Т2Н1? Давайте также вспомним исследование Affinity, которое было посвящено изучению двойной блокады в адюванте у больных, которые не получали адюван. Так вот, разница в четырехлетней выживаемости во всей популяции у больных, которые получали двойную блокаду по сравнению с теми, которые получали один тростозумаб, составила абсолютная разница 1,7%. Хотя риск рецидива снижен в этой популяции формально. У пациентов с поражением лимфатических узлов все-таки был максимальный выигрыш – 3,2%. И у пациенток с отрицательными рецепторами гормональными абсолютная дельта составила 2,3%. У больных с положительными рецепторами разница была менее 1%, минимальная. Что же касается числа пораженных лимфатических узлов, вот если разложить это исследование, у больных с Н0 абсолютная дельта выживаемости 0,5%. У больных с поражением лимфоузлов от 1 до 3 чуть более 1%, ну по сути 1%. И больные с поражением четырех лимфоузловой боли имели максимальный выигрыш. Абсолютная разница составила 2,8%. Ну, собственно говоря, этот поданализ лег в основу рекомендаций у действующих русско-больным с отрицательными гормональными рецепторами. И Н больше равно 2, это имеется в виду с поражением четырех и более лимфатических узлов, проводится целесообразно добавление пертузумаба в одевантной терапии, то есть проведение двойной блокады в одеванте в течение года, в течение 12 месяцев. У нашей пациентки люминальный подтип, один пораженный лимфатический узел, и, в общем-то, ей было принято решение провести 6 курсов TCH и далее продолжить тростозумаб в течение года, далее после операционной лучевой терапии, афориальная супрессия и тамоксифен на 5 лет минимум. Ну, оптимальная длительность тростозумаба в одеванте уже давно муссируется, несколько проведено метаанализов, вот это вот один из них, 5 исследований основных было по сокращению длительности тростозумаба в одеванте, и только одному, Персифоне, все эти исследования нон-инфериорит, так вот только Персифоне удалось не зайти за верхнюю границу доверительного интервала и тем самым как-то подтвердить то, что более короткий курс тростозумаба не хуже, чем более длительный. Но по факту, видите, по данным метаанализа, границы доверительного интервала пересекают самый верхний предел, который был выставлен в этих исследованиях. Ну и, в общем-то, резюме такое, ну, естественно, более короткий курс ассоциируется с меньшими проявлениями кардиотоксичности, и резюме всего этого поиска, пока он шел, тростозумаб значительно подешевел, перестал представлять собой такую финансовую серьезную проблему для ряда стран. И, в общем-то, короткое применение, 6 месяцев, возможно рассмотреть у больных с низким риском и при наличии там сопутствующих какой-то кардиальной патологии. Стандарт по-прежнему год. Давайте перейдем к другу, еще к двум клиническим случаям. Слева пациентка, 45 лет, рак, местно распространенный рак правой молочной железы Т4Н2М0. В подмышечной области конгломерант лимфатических узлов до 3,5 см, инвазивный рак Ж3, нелюминальный подтип, подтвержден метастаз подмышечный лимфатический узел. Справа пациентка, 63 года, Т2Н1 отстадировано как, инвазивный рак Ж2, люминальный высокогормонозависимый 67-35%. Также подтвержден метастаз в лимфатический узел. У нее в 63 года есть некоторые сопутствующие заболевания с нормальной фракцией выброса. Очевидно, что мы их начинаем лечить с неодевантной химиотерапией, преимущества неодеванта мы уже неоднократно обговаривали. Это и уменьшение объема операций, в том числе на бакселярной области. Это и, естественно, возможность оценить прогноз, возможность сменить лечение при отсутствии ответа. И, конечно же, предоставление индивидуальной прогностической информации и воздействие, что важно при хедлопозитивном раке молочной железы, на резидуальную болезнь. Это хорошо известный везде и всюду цитируемый метаанализ Патриции Картазар, который вышел аж в 2014 году. Есть более свежие, но, на мой взгляд, они менее наглядные, менее красивые. Они, в принципе, подтвердили этот же. Так что я показываю в очередной раз его. Патриция Картазар показала, что достижение полного патоморфоза при агрессивных подтипах, хердоположительном, тройном негативном и люминальном G3, ассоциируется с улучшением как бессобытийной, так и общей выживаемости. При хердопозитивном подтепе полный патоморфоз обеспечивает 61% снижение риска рецидива болезни. Но посмотрите на графики люминального хердопозитивного и нелюминального подтипа. В то время как при нелюминальном подтипе достижение полного патоморфоза резко снижает риск рецидива, 75%, 75% снижение с люминальным хердопозитивным раком молочной железы. Не все так очевидно, поскольку патоморфоз обеспечивает только 42% снижение риска, и это в других исследованиях, в более поздних, подтверждается. Связано это, очевидно, с другим течением этой болезни, тройного позитивного рака молочной железы. И если посмотреть на кривые, вы видите, что часть пациенток с полным патоморфозом все-таки рецидивируют, а часть пациенток без него не рецидивируют, видимо, реализуется выигрыш от той самой гормонотерапии, о которой говорил Мона Александрович. Итак, какой режим неодивантной химиотерапии для наших пациенток мы выберем? Тоже древнее исследование НОХ, которое показало, что добавление тростозумаба в неодиванте увеличивает частоту полного патоморфоза и снижает риск рецидива, улучшает отдаленные результаты. И исследование НОСФЕРА, потому что добавление уже двойной антихер-2 блокады тростозумаба с пертузумабом к четырем курсам токсановой химиотерапии также увеличивает частоту полных патоморфологических регрессий и снижает риск рецидива. И также вспомним, давайте, исследование ТРИФЕНА, которое сравнивало двойную блокаду, эффективность двойной блокады в неодиванте с разными режимами химиотерапии, антрациклиновым и безантрациклиновым. Основная цель этого исследования – это была, конечно, оценка безопасности двойной блокады с различными режимами аминокардиобезопасности. Но по частоте патоморфоза, вы видите, она сопоставима при различных режимах, но, опять же, эти режимы химиотерапии напрямую не сравнивались. Это не было, в общем-то, основной целью исследования. Систолическая дисфункция левого желудочка третьей и более степени, естественно, наблюдалась чуть с большей частотой на антрациклинсодержащих режимах, 2,7% против режима TCHP, на нем она зафиксирована не была. И снижение фракции выброса на 10% и более, также чуть выше было на антрациклиновых режимах, 5,3% против 3,9% на безантрациклиновом режиме. Но при трехлетнем наблюдении эти показатели выровнялись, сравнялись, восстановилась фракция выброса левого желудочка у больных, которые получали антрациклины, и, в общем-то, все вернулось на круги своя. Безрецидивная выживаемость трехлетняя, она также сопоставима на всех трех режимах. Один из них был по совместному применению двойной блокады с антрациклинами. Достаточно хорошая безрецидивная выживаемость, 90%, 88%, 87%, с такими широкими доверительными интервалами, потому что исследования довольно мало для оценки отдаленных результатов и для сравнения отдаленных результатов. Но они довольно прекрасны, под 90% безрецидивной выживаемости трехлетней. Поэтому на сегодняшний день какой мы выберем режим, поскольку они считаются эквивалентными, в общем, в ходе дальнейших исследований пришли к выводу, что не надо совместно использовать все-таки антрациклины с антихер-2 терапией, можно и последовательно. Ничего это не добавляет в эффективности. ТСХП, наверное, мы будем его использовать у пациенток с меньшим объемом поражения, возможно, при какой-то кардиальной патологии. А, честно говоря, вот при большем объеме поражения у молодых пациенток, наверное, я бы, честно говоря, выбрала и те, и другие бы препараты, сочетания, чтобы получить какую-то максимальную пользу и антрациклинов, и от оксанов. Можно ли достичь полный патоморфоз каким-то меньшим объемом химиотерапии? Очень много исследований идет в этой области. Вот я четыре выбрала таких самых интересных. исследований трейн-2 из последних, ну, также попыталась избежать антрациклинов в неоадюванте. Я всегда говорю, что есть химиотерапевты-антрациклинофилы, есть антрациклинофобы, и между ними тоже идет непрекращающаяся дискуссия. Вот я антрациклинофил, поэтому я вот всегда склоняюсь в пользу этих режимов. Ну, вот исследование трейн-2 сравнивало три курса ФЕКа и затем 12 еженедельных введений поклитоксела и еще 6 курсов, ну, плюс карбоплотин раз в 3 недели, 6 курсов, против 9 курсов карбоплотина и 18 введений еженедельных поклитоксела. Ну, такая себе доэскалация. Ну, в общем, частота патоморфоза была практически идентична. На антрациклинах чаще фибринная нейтропения и систолическая дисфункция левого желудочка. Значимая вот в 1% отмечалась против 0%. Ну, вот, в общем-то, есть такой режим. Также еженедельный поклитоксел карбоплотин, видите, сопоставимый по эффективности антрациклинотоксан содержащему. Трастузумаб-амтазин активно выдвигается в неоадювантную терапию. Исследование Кристина, которое сравнивало 6 курсов ТДМ-1 с пертузумабом против TCHP, стандартной химиотерапии с двойной блокадой. Ну, в общем-то, продемонстрировал нам, что пока это не может быть такой лечебной опцией для нас. ТДМ-1 с пертузумабом проиграл в плане частоты полных патоморфозов 44,4% против 55,7%. Ну, естественно, комбинация гораздо лучше переносилась, чем наш TCHP-режим. Не очень простой такой в исполнении. Очень интересные исследования немецкой группы немецких ученых. Адапт отдельно при нелюминальном хер-2-позитивном по типе сравнивается 12 недель вообще просто комбинация трастузумаба-пертузумаба без химиотерапии против еженедельного паклитоксела плюс двойная блокада. Ну, конечно, неожиданно очень высокая была частота морфологических регрессий в рукаве с химиотерапией 90%. И, конечно, комбинация двойной блокады без химиотерапии, в общем-то, проиграла. И при иллюминальном хер-2-положительном по типе также изучались комбинации таргетной терапии с гормонотерапией. Допустим, ТДМ-1 плюс гормонотерапия или трастузумаб плюс гормонотерапия. Ну и общий вывод исследований АДАП, то, что пока химиотерапия, ну, все-таки нужна в неоадювантной терапии хер-2-позитивного любого рака молочной железы. Пока мы без нее обойтись не можем. Значит, полечили мы нашу пациентку 45 лет четырьмя курсами АЦ, и дальше идут с токселтростузумаб-пертузумаб. Выполнена была и операция, и у нее полный патоморфоз РСБ-0. У второй пациентки с люминальным хер-2-положительным подтипом 63 лет гистологически выявлена остаточная опухоль около сантиметра, клеточность 10%, в двух из пяти лимфоузлов фиброз. То есть и морфолог посчитал нам, что это РСБ-1. Зачем нам нужен РСБ-1? Очень много исследований сейчас посвящены терапии резидуальной болезни после неоадювантной химиотерапии. И вот такое вот дихотомическое деление на полный и неполный патоморфоз, оно является упрощенным, так как вот резидуальная болезнь после неоадюванта, она включает очень широкий такой спектр морфологических проявлений. От почти-почти полного патоморфоза, когда там единичные какие-то дистрофические клетки остались, и до полной резистентности. Поэтому для этого, конечно, нужна какая-то более точная, более четкая и не только унифицированная оценка резидуальной болезни, но и оценка, которая позволит этих больных все-таки как-то разложить на классы. Ну и вот сейчас, конечно, используется широко-широко и набирает обороты система оценки резидуальной опухоли по RCB, Residual Cancer Bioden, которая была разработана в MD Anderson Cancer Center. Включает она в себя и размер остаточной опухоли, ее клеточность, число пораженных лимфоузлов, процент карцинома in situ, загружается вся эта информация в калькулятор, и после этого мы можем узнать показатели RCB от 0 до 3. Этот индекс RCB был валидирован в исследовании, сейчас долго не буду на этом останавливаться, и в котором было показано, что RCB-3, это максимальная остаточная опухоль, является фактором плохого прогноза, независимо от статуса эстрогеновых прогестированных рецепторов, адювантной гормонотерапии, стадии, которые мы получаем после операции YP, при минимальной резидуальной болезни при ряде опухоли, при RCB-1 прогноз, в общем-то, сопоставим с RCB-0, особенно при люминальных подтипах, и, в общем-то, RCB является сильным прогностичным фактором, независимо от исходной стадии, статуса гормональных рецепторов и адювантной гормонотерапии. Крупный метаанализ вообще всех новодевантных исследований, включением более 5000 пациентов, был опубликован на САПСе в 2019 году, и в нем была также показана четкая зависимость между RCB-скор и бессобытийной выживаемости при всех подтипах ракомолочной железы. Что же касается HER2-положительного подтипа, то при нелюминальном HER2-положительном подтипе, видите, разница между RCB-0 и RCB-1 в пятилетней бессобытийной выживаемости, она все-таки такая существенная, 94% и 85%. А что касается люминального HER2-положительного рака молочной железы, то разница небольшая, 94% и 91%, причем с такими наслающимися друг на друга границами доверительного интервала. Да, RCB-2, RCB-3 ассоциируются с гораздо худшим прогнозом. Что нам делать с пациенткой, которая достигла, которая у нас RCB-0, которая достигла полного патоморфоза и получала двойную антихерблокаду в неоадеванте? Я хочу вернуться к исследованию асферы и трифена по изучению двойной блокады в неоадеванте. После операции все пациенты получали тростузумаб до года. Двойная блокада в асферы не продолжалась у этих пациентов. Ну, собственно, и наша пациентка получила послеоперационную лучевую терапию и тростузумаб до года суммарно. Что нам делать с другой пациенткой, которая не достигла полного патоморфоза, у нее RCB-1? Это исследование Катрин, исследование, которое, в общем-то, изменило нашу клиническую практику при любой резидуальной, и в нем было показано, что при любой резидуальной инвазивной опухоли молочной железы тростузумаб и мтазин в адюванте против стандартного лечения тростузумаба в адюванте снижает риск рецидива на 50% при медианном наблюдении 41 месяц. И ТДМ-1 позволил увеличить трехлетнюю выживаемость безинвазивного рака молочной железы с 77 до 88% во всей когорте пациентов. И тростузумаб и мтазин в настоящий момент зарегистрирован в качестве адювантной терапии у пациенток с инвазивной остаточной опухолью после неадювантной терапии токсаном и тростузумабом. Ну, вроде бы, да, прекрасно. Но, но, давайте посмотрим на подгрупповой анализ исследований Катерины. Что делать? Вроде бы все пациентки, согласно подгрупповому анализу, с любой остаточной опухолью имели выигрыш от тростузумаба в адюванте. Если посмотреть, ну, мелко, но все-таки видно, на подгруппу пациенток с Т1, Н0, то, видите, выигрыш, что в тростузумабе был, но он недостоверен. Трехлетняя выживаемость 85 и 90%. И вот исследование, которое опубликовано, докладывалось на АСКО в 2020 году, мне попалось. Это французское исследование, ретроспективный анализ. Было проанализировано 117 пациенток без полного патоморфоза после неадювантной химиотерапии, которые получали тростузумаб по адюванте. И медиана наблюдения времени 75 месяцев составила. Люминальный подтип здесь почти 66% и нелюминальный ХЕР-2 положительный подтип треть. Ну, собственно говоря, так они и распределяются в адюванте. При люминальном подтипе реже регистрируется полный патоморфоз. Что оказалось? Что у больных со стадии YP после операции, после неадювантной химиотерапии, Т1, Н0, прекрасная была трехлетняя и пятилетняя выживаемость. 90%, а пятилетняя – 88,6%. 90% вполне, видите, сопоставимо на выживаемость на тростузумаб и метазине в исследовании Катерин. И вот эта стадия имела очень сильную ассоциацию с выживаемостью безинвазивного рака молочной железы. И авторы этого исследования, в принципе, делают вывод, что пациентки со стадии YP-T1, Н0 после неадювантной химиотерапии имеют довольно хороший прогноз и вполне могут получить меньший выигрыш от TDM-1. Может быть, они какой-то и получат, но на вот этой когорте конкретно пациенток с минимальной остаточной резидуальной опухоли, конечно, никаких исследований нет и вряд ли они будут. Итак, у нашей пациентки RCB-1 и стадия YP-T1, Н0. С одной стороны, она может получить меньший выигрыш от TDM-1, а с другой стороны, я уже вначале это говорила и сейчас повторюсь, что прогноз у больных с люминальным подтипом и нелюминальным, он различается. Трехлетняя бессобытийная выживаемость у больных без полного патоморфоза и при люминальном подтипе она составляет 87%, приближается к 90%, против 53% – это вот исследование I-SPI, при нелюминальном подтипе. Поэтому если мы нашей пациентке не назначим TDM-1 на вот такую минимальную остаточную опухоль с клеточностью 10%, на RCB-1, возможно, мы-то ей не очень-то и навредим. И, в общем-то, было принято решение дать нашей пациентке тростозумаб до года суммарно, и ингибитор аромооктазы 5 лет минимум она получает. И в завершение хочу такой академический вопрос поднять, нужно ли повторять иммунгистхимию на резидуальной опухоли. Ну, для науки, конечно, нужно. Если что-то было исходно отрицательное, и мы надеемся, что будет что-то положительное, и можно будет назначить дополнительное лечение, тоже нужно, а вот если, допустим, все было положительное, и рецепт эстрогенов, и HER2-нео, нужно ли это делать и смотреть, не потерялся ли у нас HER2-нео в резидуальной опухоли. Это действительно отмечается в 8-15, даже иногда больше в проценте случаев по разным исследованиям, и потеря HER2-экспрессии, и это ассоциируется с худшим прогнозом. В исследовании Катерин был такой поданализ, вот его показали на ESMO-бресс в 2020 году, потеря HER2 отмечена была в 8% случаев. Естественно, это не было фактором никакой стратификации, из этих 8% часть больных все равно получали ТДМ-1, часть получали тростозумаб. Ну и вот по данным исследований Катерин, в группе ТДМ-1 никаких событий пока еще не произошло, а в группе тростозумаба уже произошло 11 событий у 42 пациенток. Поэтому, безусловно, если мы пытливые сделали ИГХ на резидуальной опухоли, и не обнаружили там экспрессии HER2-нео, а она была до начала лечения, то не нужно отменять анти-HER2-терапию. Эти пациентки все равно должны получать анти-HER2-терапию в одеванте. Какую конкретно, мы не знаем, от чего они будут иметь выигрыш, от чего не будут иметь этот выигрыш. Я думаю, что, ну, поскольку этот фактор, он прогностический, но ни в коем случае не предиктивный, данных таких нет. Поэтому я думаю, что нужно каждый раз руководствоваться, в общем-то, клинической ситуацией, объемом, именно объемом остаточной опухоли. Ну и, собственно говоря, все, что я хотела вам сказать. Спасибо большое за внимание. Это вам картинку. В ленту «Хорошая пятница» называется. Напоминает атмосферу Российского онкологического конгресса вживую. Спасибо.